Приветствую, вы на канале Медвежий Барабан. В огромнейшем разнообразии современных складных ножей используется достаточно большое количество типов замков, обеспечивающих фиксацию клинка. Все они имеют принципиально разный конструктив, но выполняют одну задачу – не дать клинку закрыться в момент работы и надежно удерживать его в разложенном состоянии. Именно желание сберечь пальцы привело к появлению огромного количества модификаций и моделей замков, самые распространенные из которых мы с вами сегодня и рассмотрим, а также узнаем, на что обращать внимание при приобретении своего следующего ножа в плане замка. К слову, у ножи представлены в видео, которые выступают в качестве примера, ссылочки на них будут в описании под видео, по возможности. Поехали! Итак, начнем, пожалуй, с одного из самых популярных и всем знакомый – это замок Liner Lock. В качестве замка фиксатора используется лайнер. Это пластина, которая в закрытом состоянии практически полностью прячется в рукояти с внутренней стороны ножа. В закрытом положении она отжимается в плоскость лайнера, а в открытом упирается в его пятку, надежно блокируя складывание. Как правило, при снятии с замка используется большой палец руки. Преимущество данного типа замка – это максимальная простота и вместе с тем надежность позволяет создавать качественные ножи в бюджетном ценовом сегменте. Такие ножи могут иметь две полноценные стороны рукояти. Их удобно закрывать одной рукой, без изменения хвата. Работоспособность такого ножа зависит от прочности и толщины самого лайнера. Недостатки же – это не самый мощный и долговечный фиксирующий механизм. Такие ножи не стоит использовать для слишком тяжелой работы. Они изготовлены из достаточно тонкого отрезка металла, чтобы помещаться внутри рукояти, а потому склонны к изнашиванию со временем. При выборе замка данного типа следует обращать внимание на глубину захода пластины на хвостовик. Для надежности это расстояние должно быть немного больше, чем толщина самой пластины. Двигаемся дальше. Frame Lock – это разновидность замка Liner Lock, в котором пружина вырезана не в лайнере, а прямо в плашке, и поэтому видна снаружи. Это дает возможность закрывать клинок одной рукой, просто отжав пальцем запирающий участок. Такой конструктив характерен для облегченных ножей, причем нередко плашка с пружиной сделана из металла, а вторая уже пластиковая. Такой замок не очень удобен для левши и не дает полной защиты пальца, который находится на пути клинка. Но это свойственно и для лайнер-лока, а вот работать одной рукой с ним значительно легче. Прочность такой системы предсказуемо меньше, но современные материалы компенсируют этот недостаток. Плюсы и минусы. Те же, что и у лайнер-лока. А также такой замок быстрее загрязняется, но и чистится он заметно легче. Следующий замок – это Back Lock. Механизм Back Lock представляет собой конструкцию, в которой хвостовик клинка фиксируется под пружиненным рычагом со стороны обуха. Иначе говоря, спинка рукояти оборудована пружинным рычагом, обычно в середине или в задней части рукояти, на открытую часть которого нужно надавить, чтобы сложить или разложить нож. При открытии ножа спинка заходит в паз на задней части клинка и закрепляет положение лезвия. Чтобы закрыть нож, необходимо снова надавить на рычаг и перевести клинок в закрытое положение. Преимущество такого ножа – это прочность и надежность. Коромысло разблокировки замка не попадает вам под руку при обхвате рукояти, а значит вы не можете случайно высвободить замок и сложить нож. Безопасность. При закрытии вашей руки остаются вне досягаемости лезвия, что сокращает риск порезов. Что же касается недостатков, нож с подобным замком не очень удобно закрывать одной рукой. Со временем в таких замках появляется вертикальный лю за счет выработки стали. Также такие ножи не рекомендуется использовать для рубящих ударов, ввиду возможной выработки и появления вертикального логичного люфта. Далее замок триадлок. Фактически это бэклок, лишенный его главного недостатка – разбалтывание ножа и лайнеров при ударных нагрузках. И характерный вертикальный люфт клинка за счет несимметричного истирания оси. Для этого в механизм введен дополнительный стопорный штифт. Размечают его по-разному, но суть одна – именно он берет на себя всю нагрузку. В итоге замок стал прочнее, меньше изнашивается и расшатывается. Но уже возросли требования к качеству изготовления и соответственно цена. Такой замок предсказуемо более чувствителен к загрязнению, поэтому необходимо тщательно следить за чистотой механизма. Преимущество – это увеличенная прочность замка, более длительный срок службы, то есть меньше износ стали и отсутствие вертикального люфта. Недостатки – это сложность изготовления, соответственно и возрастающая цена самого ножа. Необходимо тщательно следить за чистотой ножа и не допускать попадания грязи внутрь штифта. Иначе со временем механизм разблокировки и открывания может попросту заклинить. Следующий замок – это Sleep Joint. Это один из самых простых систем блокировки. Если вы хоть раз имели дело с ножами Victorinox, соответственно вы знакомы и с этим замком. Sleep Joint, по сути, представляет собой пружину, расположенную в верхней части рукояти, которая удерживает клинок в открытом или закрытом состоянии. Пружина закреплена в средней и задней части. Этот замок обеспечивает минимальную безопасность для пользователя, поскольку фактически не имеет запирающего механизма. Для того, чтобы открыть или закрыть нож, необходимо просто преодолеть силу давления пружины на пятку. Вот и вся наука. Такой замок просто в изготовлении, поэтому получил широчайшее распространение в детских так называемых ножах. Не брезбует его применением и именитые бренды, вроде того же Victorinox, Böcker, Benchman, Fox Nice, Kershaw и Cold Steel. Этот замок легко опознать по носовой части пружины, то есть того же коромысла так называемого, которое в момент раскрытия приподнимается над спинкой ручки, возвращаясь в исходное положение. Плюсы. Это относительная надежность, простота конструкции, бесшумность открытия-закрытия. Минусы. Это необходимо использовать обе руки для открытия ножа. Двигаемся дальше. Axis Lock. Это запатентованный механизм, который можно встретить у небольшого количества ножевых брендов, но преимущественно у Benchman. К слову, данный замок у ножеманов пользуется немалой популярностью. Ножами с данным замком легко управляться одной рукой. Но важно также и то, что они подходят для использования как левой, так и правой рукой. Принцип работы Axis Lock таков. Замок представляет собой пружинный стержень, который сдвигается вперед и назад по борозде в рукояти ножа. В пяти клинка в ноже с замком Axis Lock, скрытым в рукояти, есть плоский участок, который позволяет стержню фиксировать клинок при открывании ножа. Чтобы закрыть нож, необходимо отвести стержень назад, используя шпиньки и сложить клинок. Доступ к стержню открыт с обеих сторон на рукояти ножа. Поэтому и левшам и правшам отлично подходят ножи с данным замком. Поскольку механизм у ножа состоит из множества подвижных элементов, его сложно разбирать для чистки и ухода. Плюсы. Чрезвычайная прочность выдерживает большие нагрузки. Обеспечивает безопасность рук. Минусы. Это сложность конструкции и подверженность накоплению грязи. Небольшое отступление, кстати. На сегодняшний день существует еще один запатентованный замок производства компании SRM под названием AMBI Lock. Его отличие от обычного замка Axis Lock в том, что у замка AMBI Lock подпор штифта идет не только снизу, но и сверху, что в свою очередь прибавляет еще большую надежность. Далее замок Button Lock или кнопочный замок. Название говорит само за себя. Механизм блокировки представляет собой подпружиненную кнопку, состоящую из двух частей. Толстой и тонкой. При нажатии на кнопку более тонкой часть штифта заходит в выемку на клинке и высвобождает его. Клинок раскрывается. После открытия ножа лезвие прочно фиксируется широкой частью кнопки. Таким образом замок отвечает за фиксацию клинка ножа в каждом из положений, открытом или закрытом. Качество замка такого типа полностью зависит от фирмы изготовителя. В частности от того, насколько точно подогнаны узкие и широкие цилиндры кнопки. Рекомендуется приобретать такие ножи только от известных и проверенных производителей. Также данные механизмы запирания требовательны к чистоте. Боятся попадания грязи внутрь штифтов. И завершает нашу подборку вироблок. Это мухтовый или кольцевой замок, который уже очень давно использует в своих ножах фирма Opinel. Это один из самых простых, дешевых и надежных вариантов. Клинок фиксируется простой цилиндрической муфтой с продольной прорезью, при совмещении плоскости клинка с которой и возможны все манипуляции. Для фиксации муфту просто поворачивают и она блокирует нож в открытом или закрытом положении за счет упора торцом и внутренней поверхностью цилиндра. Силовые нагрузки ножам с такими замками не рекомендованы. К тому же муфта при длительном использовании изнашивается и нуждается в обслуживании, а починить ее подручными средствами практически невозможно. На этом, пожалуй, все. Есть, конечно, еще весьма интересные конструкции вроде Bolster Lock, Compression Lock, Arc Lock, Recoil Lock, Blade Lock и другие, которые немногим отличаются от представленных выше, так скажем, экзотическое исполнение. Я же привел самые распространенные популярные виды замков для складных ножей. На самом деле их значительно, как я уже говорил больше. В последнее время производители в погоне за потребителями изобретают совершенно новые и уникальные конструкции замков, призванные максимально украсить их изделия и придать им отличия от конкурентов. Однако общее правило таково. Чем проще механизм замка, тем он надежнее, так как меньше деталей, которые могут сломаться или засориться, как я думаю, вы могли понять из данного видео. Каждый замок имеет как свои плюсы, так и недостатки, поэтому, думаю, на основе данного видео вы сможете сделать ваш собственный выбор в пользу того или иного замка. Друзья, хочу напомнить вам, что я создал новую группу ВКонтакте, поэтому рад буду увидеть вас там. Залетайте, подписывайтесь и ознакомливайтесь. Ссылочка в описании под видео. Напомню один момент, что все мои видео это мое личное мнение и первое впечатление о тех или иных товарах, которыми я пользуюсь. Выражаю свое восхищение или недовольство ими и делюсь этим с вами, чтобы вы могли делать из этого какие-либо выводы. В общем, мои видео несут только ознакомительный и информационный характер, не более того. Чтобы у вас было представление о данных товарах и вы понимали, нужны ли они вам вообще. Друзья, понравилось видео? Тогда поддержи меня лайком и подпиской на канал. Но обязательно нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Берегите себя и своих близких. Всем спасибо. Всем пока.